ух ты под самой лодкой прикинь какая красота утром на всле привет народ давненько у нас не было цели направленной рыбалки на щучку сегодня я хочу поохотиться именно за ней нахожусь я как уже местные наверное поняли на реке псел вода прозрачная просто прелесть давно и такой прозрачной воды не видел рыбачий буду на своей маленькой лодке калибри к 220 значит взял с собой сегодня два спиннинговых удилища одно под twitch это эксклюзив с тестом до 21 грамма именно twitch special да сюда поставил воблер ок джакал макс квад на сегодняшний день мой любимый воблер 115 размере стоит у меня здесь скрутка катушка фаворит сапфир на ней с онлайн шнурок стоит супер п еще старой версии 10 лб и и второй комплект сегодня хочу поупираться немножко в джиг это визор 521 это sirius 2 500 с низкопрофильной шпулей здесь стоит также шнур с онлайн но другой модельки супер брейд 8 восьми жилка и по джигу для начала я поставил кайт эйдж изи шайнер в размере 4 дюйма цвете байлы здесь стоит у меня сталька так как мы ухтышка вот это да ребятки или самяра что-то такое именно чувак ну а знаете такой смачный чувак прям вот блин здесь хуже стяк какой-то короче ладно пацаны меньше базара давайте погнали на воду для начала наверное мы с вами немножко потвичим иди сюда ты смотри второй заброс тише 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 сейчас загонишь мне тройник блин в палец куда-то ты прикинь ребята на втором забросе разловился но макс квад здесь не конкуренция работает по любой щуке по таким шнуркам и по хорошей щучки кстати сто пятнадцатый размер можно сказать довольно таки универсальный щуренка конечно же начало есть давно и чисто по щучке не выезжал сейчас как раз немножко похолодало видите и щука просыпается уже понемногу а ближе к осени вернее ближе уже к средине осени будет вообще весело там уже съездим и на сулу а там местечки такие но вообще реальны на большой затяжной паузе тихо 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 короче такая чуть больше воблера нормально и зацепилась хорошо но в смысле что не повредила себе них сейчас аккуратненько попробую вот так вот не звалить ну вот воблеру хучучка гуля 3 ух ты шо это у меня случилось я понял так тихо 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 малая я понял что это случилось ребятки походу снялся воблер сейчас мы ее отпустим меньше травмировать по ходу из-за вот этого вот колечко со скрутки снялся воблер хорошо что это в лодке произошло поэтому мы сейчас это колечко благополучно блин снимем ты шо воблера нынче не знаю такой гривен 530 стоит короче ну его нафиг лишиться воблера а еще хуже всего лишиться его в пасти у щуки бедная щучка страдать еще будет снимаем его нахер это кольцо бедная щучка страдать еще один Вот это жесть. Ребятки, вы видели? Капец, акуняра какой повесился. Игнолосик штук, наверное, пять. Я уже подлодкой его зацепил. Офигенчик. Круто. И видите, поезда шуруют, а рыбе пофиг. Я же говорю, штук пять гналось, и под самой лодкой я его уже цепанул. А мы сейчас еще разочек туда шурнем. Вот Тимок Скват. Фигачит и щуку, и окуня. И причем окунь такой длины чуть-чуть больше, чем сам Макс Скват. Короче, такой себе универсал. Если хочешь рабочий воблер, возьми себе Макс Скват в 115 размере, в 128, и будет тебе счастье. Ух ты! Под самой лодкой, прикинь. Игнолосик хороший щупочок. Тише, 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 тише. А ну давай руками. Ты хорош тебе. Под самой лодкой шлепнула. Ну, это такая. Не знаю, грамм, наверное, 700. Вот Тейзи Шайнер и сработал. Ты смотри, как крючочек впивается. Не, красавица. Красавица, тетенька. Это мы, пожалуй, на Кукан с вами и посаним. Тут ямка такая хорошая. И получается вот подъем с ямы, такой, блин, практически стена. И вот я уже по этому свалу именно мотал. Я, ну, практически без ступеньки уже выматывал. И она именно на равномерке, можно сказать, и взяла. Это четвертая за сегодня. Нехило так выбрался. Ну, те первые, конечно, такие спортивные щучки. Чисто ради интереса. Да и вообще ради интереса приехал, не ради рыбы. У меня, честно сказать, рыбы в холодильнике дома. в морозилке. Так, сменим приманку, потому что токошо просто разорвало нафиг. Свин, ой, изишайнер. Он у меня последний в таком цвете. Там у меня, по-моему, изишайнера вообще уже нет. Поэтому поставим, наверное, свинг импакт 3.5. Ух ты! Вот это поклевочка, ребятки! Что-то есть! Или сошло... Нет, что-то сидит, но небольшое. Щупачок! С ямки взял. Ямка такая, не знаю, метров 10 надо будет эхолотом прострелять. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, сменил я резину, поставил кайтэч, свинг импакт, фат. Вот цвет я не помню. Про блю ред перл. По-моему, вот так вот цвет называется. Да, тут вот по памяти, что могу вам сказать. Такой четкий, внятный тычок. Прям, блин, думал, честно говоря, щучка покрупнее будет. Но все равно, пятая. Пятая, это уже приятно. 8-0-2 во время у нас. Ну, еще можно покидать. Я вообще на утро вырывался. Ну, если проклевывается, в принципе, мне спешить некуда. Да, хорошая тут ямка. Надо ее досконально изучить. Эхолотиком пробить. Ух ты, иди сюда. Вот это поклевочка. Ой, ну что-то нормальное, друзья. Поклевка щучья, стопудово. Не, не нормальная. Не, ну ничего так. Скажем, побороться классно. Все равно. Ну, надежда была вообще на хорошую щучку, конечно. Такая полкилошная. Ух ты, блин, ты шо? Все равно, красивая. Вот именно момент поклевки. Вот масса удовольствия приносит. Интрига такая. Шо ж на том конце, блин, шнура сидит. Круть, короче. Да ты смотри, крючок как всел. И хрен достанешь. Есть. Вот такая небольшая щучка. Блин, челюсть ей немножко подкоцал. Ну, думаю, ничего с ней не случится. Бежим. Ух ты. Что-то подсело. Смена приманки дает результат. О-о-о. Ну, в принципе, неудивительно. А ну покажись. Смотрите, какой горбатый. Вообще красавчик. Секси импакт 3.8. Одна из моих любимых приманок по окуню. Как в размере 2.8, так и в размере 3.8. Но в размере 3.8 еще может хватануть и щучка. Красота. Хорош такой попался. Прям приятно было тянуть. В следующий раз сюда буду ехать. Надо будет эксклюзив свой взять. Он с тестом 2.10. На него вообще кайфово тягать окуней. Вообще любого размера. Ну, хотя и визор этот. В основном, конечно, я его брал под судака. Но, тем не менее, он справляется с разными задачами. Как видите. Ух ты, е-мое. Вот это лупануло. Ты шо, ты шо. Не, не лупануло, а лупанул. Снизу подбил. Дяденька, ты шо, какой ты здоровый. Красавчик. Кстати, окуняш здесь не червивые. Поэтому можно парочку и взять на куканчик. У меня там, по-моему, 3 отсека всего на кукане. Да, этого, короче, посадим тоже. Вот это поклевка. Только снизу вот так вот хватит. Спиннинг, аж подбила. Ты шо. Вообще просто охотник. Ух ты. Вот это поклевка. Ну, вот это на щучку похоже. На небольшую. Или на нормальную. Да не, нормально давит. Ну, хорошая. Такая же, наверное. Ух ты, свеча какая. Ты шо, ты шо. Вот собака. Прикинь, выплюнула. Под самой лодкой. Блин, но обидно немного. Надо было не выделываться, а под сакой брать. Но хотел же ж руку. Смотри, что с силиконом сделала. Вообще. Изуродовала тупо. Да. Ну, ничего. Бывает всяко. Ах ты, ё-моё. Есть. Походу, окунь. Потому что догнал. Щука навряд ли бы догнала так. Та и поклёвка окунёвая. Собственно, и идёт как окунь. Хороший просто окушок. Ну да, полосатый. Смотри, какой. О, так это вообще зачётный. Со второй попытки догнал. Лимонный такой вот. Секси импакт. Так. А цвет какой? Лайм. Шартрес. Много спрашивают про этот кошелёчек. Рейнцевский. Где его купить, Серёга, где ты взял? Друзья, блин. Мне его, если честно, подарили. Поэтому не знаю, где его купили. Те люди, которые мне его дарили. Спрошу, может, если не забудут. О, всё, куканчик забитый. Гля, какие красивые окушки. Кстати, вот эта щучка, что сошла, она побольше была, чем эта. Такая красивая. Та идишь ты сюда, доловил. Первый раз свалила. Ну, вернее, ударила и не попала в тройник. А второй раз проводку делал и доловил. Всё, сама отцепилась. Ребят, накрыл меня дождик так внезапно. Нежданно, негаданно. Дальше сидеть смысла я уже не вижу. В принципе, половил сегодня достаточно. Много щуки отпустил. Взял с собой, кстати, вот. Покажу я вам сейчас рыбу. Как раз куканчик из трёх секций забил. Два хороших окуня. И такая вот щучка. Подкилошная. Да, надо почаще выбираться на щуку. Да, и на судака, и на карасика. Ну, то есть, надо как-то чередовать. Чтобы не упираться в одну рыбалку. Не забываем ставить лайк под видео. Кому понравилось, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И будете в курсе всех моих новостей. А пока, мисс, не скучайте. Пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok